Привет, дорогие друзья, привет, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы, мое отдельное вам здравствуйте. Ну что ж, поговорим о Лёле Быковой. Просили обзор, девочки, делаю по вашим просьбам. Ну и так, погнали. Начнем с того, что Лёля, как всегда, просит о репостах ее, конечно же, трансляции в надежде на то, что придут новые люди, и ее YouTube-канал не умрет. Лёля, ну не вгороди вот эту чушь, на кого это рассчитано? Все прекрасно понимают, для чего тебе нужна новая аудитория. Исключительно для того, чтобы давали деньгу. Любую, большую, малую, но главное, чтобы давали. Ты меньше всего сейчас переживаешь, чтобы не умер твой канал. Тем более, по факту даже нет оснований для того, чтобы ты такие вещи думала и предполагала. Твои куры, как всегда, по привычке хомячо бежит и смотрит, мониторит каждый твой видос. И на каждой трансляции они присутствуют. Но единственный, как бы, минус конкретный такой, что они стали менее активны в финансовом плане. Ребята, уже нет вот этих, знаете, масштабных сборов, когда Лёля за одну трансуху собирала реально какие-то там серьезные суммы, закрывала свои какие-то потребности, хотелки, желания. Нет, теперь все очень скромненько и даже не могу сказать, что со вкусом. Знаете, вот так вот 200, 150, ну вот как-то ни о чем. Масштаба, конечно, нет. И так и понимаешь, что теперь Лёльке нужно очень много и долго трудиться для того, чтобы собрать деньги. Поэтому ей и нужны новые зрители в надежде на то, что кто-то окажется более активен, чем ее вот эти лохушки. Эти уже, знаете, поиздержались, поистрепались, корову выдавлены просто на максималку. Ну и дальше Лёля рассказала, знаете, вот такая очередная манипуляция. Мне YouTube не платит, но я не ухожу и все равно продолжаю для вас снимать видео и выходить в трансляции. Лёля, видео ты снимаешь для того, чтобы точно так же подогревать интерес к своему каналу. В трансляции ты выходишь опять-таки исключительно для того, чтобы собрать деньги. За всю твою бытность на YouTube не было еще ни одной трансляции, которая проводилась бы без сбора на что-то. Даже тогда, когда ты выходишь с телефона и не можешь повесить вот эту вот свою строку с очередной хотелкой, ты об этом раз за разом напоминаешь. Поэтому и говори честно, что исключительно снимаешь видосы для того, чтобы протянуть свои трансухи. А то, понимаете, ну какая жертва, какая жертва. И опять-таки самое страшное, что может быть, когда мама 12 детей делала исключительно ставку на социальные сети и не готовила никакой, так сказать, запасной аэродром дохода. В тот момент, когда действительно нужно было делать упор и ставку на развитие хозяйства и выводить его на тот уровень, чтобы оно приносило реальную прибыль и вам хватало, Лёлька все больше бегала туда-сюда, выкупала участки, которые по факту ей не нужны, занималась какими-то стройками, без которых тоже запросто можно было обойтись в виде холодильных камер, вот этих летних кухонь и так далее. Всё это можно было отсрочить для каких-то более масштабных целей и перспектив развития хозяйства. Но не тут-то было. Вот знаете, лето красное пропело, а глянуться не успело. То же самое и произошло по факту с её хоздвором. Ребята, когда она произнесла фразу по поводу того, что мы начали ещё ранней весной и до сих пор не можем закончить, я офигела. Я настолько долго смеялась. Вот знаете, как в своё время Грыня бесконечно занимался ремонтом Лёлиной ванной комнаты, на это вот действительно, знаете, как на воду, огонь, можно было смотреть бесконечно. Очень монотонно, знаете, вот так никуда не торопясь, никуда не спеша. Я ещё тогда офигела. Я думаю, интересно, сколько же он по факту привезёт денег в свою семью. Но если вот в таком, знаете, начале расслабоне, режиме работать, то здесь хоздвор, который не могут закончить на протяжении 7 месяцев, это поражает. Лёля, люди дома строят за 3-4 месяца. И это с отливом фундамента. У вас же, так это ещё с учётом того, что далеко не все заказывают, да, вот эти машины с готовым цементом, бетоном. А многие его калашмятят сами в бетонном мешалках. И только у Лёли, понимаете, вроде бы всё уже сделано для этого грыни, а воз и ныне там. И опять вот эта трагедия с этим самым хоздвором. Лёля, я извиняюсь, они ходили с Сашей друг за дружком, Биба и Боба, или там я с Тамарой ходим парой, куда Тамара, туда и пара. И что они по факту за 7 месяцев сделали? Я не знаю, два здоровых бога я, два здоровых мужика. Ребята, там того хоздвора фиг да нифига. И за 7 месяцев, я не знаю, там можно было начать, кончить и ещё один рядышком построить. Ну вот по факту было бы желание. И теперь вот эти рассказы, что животные ночуют на улице, и целый день они находятся на улице, уже выпал первый снег, а Лёля переживает за животных. Лёля, если бы ты переживала за животных, то у животных был бы открыт хоздвор, вход, да, в коровник, чтобы они принимали самостоятельное решение, гулять им или зайти вовнутрь. Ты ни за кого никогда не переживала, ты плевать хотела, что у тебя коровы, да, в течение дня не имеют возможности лечь и просто где-то отдохнуть, передохнуть, так сказать. Они у тебя, если ложатся, я так понимаю, то исключительно вот эту жижу, которую они намесили. У них нет вероятности, да, возможности зайти в тепло, зайти, да, на нормальный помост, лечь там и отдохнуть. Поэтому, когда ты рассказываешь, что ты переживаешь за животных, то если бы ты действительно за них переживала, хоздвор был бы давным-давно закончен. Ну и Лёля дальше пояснила, что оправдание того, что хоздвор не сделан, одно из них, что Лёля была беременна. Лёля, ну ты была беременна и... Грыня, что вокруг тебя ходил танцы с бубнами, плясал, я не знаю, какие-то там молитвы вокруг тебя читал, что он конкретно делал от того, что ты была беременна. Он же не брал на время твой живот поносить себе, чтобы тебе облегчить как-то участь. Очень какое-то вялое оправдание, достаточно-достаточно тупое и примитивное. Два мужика, третий мужик, который выгонял коров на пастбище и занимался их дойкой. То есть двоим мужикам пойти покормить кур и свиней, но это реально 40 минут, вот так, знаете, с хорошим-хорошим захватом. Летом, ок, они ездили-косили. Ездил в основном Шурик. Ну, еще три часа, это так, вот, знаете, тоже с хорошим захватом, беру на покосы травы. Дальше целый здоровый световой день, который начинался с утренним рассветом, да, и заканчивался после девяти вечера. Тем более они работали не на улице, а внутри, где есть электричество и освещение. И вот это меня и поразило, ребята, что они сделали, если хоз, двор не окончен. И на данный момент идут уже речи о том, что нужно нанимать еще людей, чтобы они сварили металлический корпус. И как Лёля рассказывает, уже на первое число договорились. Как всегда, денег нет, но они уже договорились. Вот это меня и поражает. Как ты можешь договариваться, если ты по факту не знаешь, чем ты заплатишь людям за их работу. Тем более сумма озвучена достаточно-достаточно прилично. Тем более в тот момент, когда ты первая кричишь, денег нет. Ну вот завтра твои лохушки не дадут. И как ты будешь петлять сложившуюся ситуацию? С учетом того, что есть еще 12 детей, которых нужно кормить, поить, покупать памперсы, да, там мыльно-рыльные всевозможные и так далее. То есть, ребята, вот эта степень безответственности, она меня поражает. Дальше меня Лёля очень развеселила, когда сказала, что Шурик, ой, Шурик, Грыня, ребята, он сопротивляется. Он сопротивляется, и вот до последнего топит Лёля и рассказывает о том, что он будет заниматься сварочными работами сам, и никто ему не нужен. Но я вас, ребята, уверяю, я просто вангую наперед, что Лёля 100% его уговорит, договорится с ним. Любимая Лёлина фраза «Будем делегировать». Это должен сделать кто-то. Дальше Лёля рассказала, что у Грыни колоссальный объем работы. Сделан каркас, и теперь ему нужно внутрянку обшить USB. Ребята, это вообще охренеть, Лёль, какой это вообще глобальный объем работы и масштабный. Это взялся, и вот реально просто прикручиваешь листы к готовому каркасу. На кого это рассчитано? Вот знаете, такое ощущение, что это действительно рассчитано на городского зрителя, который никогда не был связан со стройками, ремонтами, постройками хоздворов, коровников и вообще живностью. Тот человек, который с этим связан, прекрасно понимает и осознает, что берутся за стройку действительно с ранней весны, для того, чтобы максимально быстро ее закончить перед пастбищным сезоном и началом покоса до заготовки травы на сено, потому что тогда уже будет точно не до этого. Вы сено сами не заготавливаете, пасти коров вы их сами не пасли, вы занимались только подкосом травы, чтобы покормить животных вечером. Это то, что остальные мужики, кто держит хозяйство, занимаются в течение дня, знаете, вот про между прочим. Поехал ко сну, быстренько привез и забыл. И при этом еще проделывают кучу-кучу работы. Не зря говорят о том, что один летний день зиму кормят. И это так и есть. И только у Лельки они ходили, вот эти Биба и Боба, понимаете? Друг за дружкой. Куда Саша, туда и Грыня. Куда Грыня, туда и Саша. И по большому счету, четыре рабочие физические, мужские руки, а нихрена не сделано. И теперь, я так понимаю, хомячи, срочно спасайте ситуацию. Коровы мерзнут, коровы замерзают. Не ровно часто вообще замерзнут. На улице находятся не коровы, а именно телки. Поэтому срочно дайте Леле деньгу. Так сказать, оплатите уже этот коровник и спокойно-хонько выдохните. И когда Леля рассказывает, что тем не менее, я не хочу угробить своего мужа, Лель, ты расскажи, на чем он гробится. Но я вот честно, я смотрю, смотрю, пытаюсь увидеть, понять, и никак не могу осознать как-то. До меня не доходит на чем конкретно он у тебя гробится. Вот ты боишься его угробить, чтобы он, типа, не крякнул, да, или не слег. Кстати, Лелька так и сказала, может гыгнуть в любую минуту. Ребята, ну вот смотрю, он делает ту физическую работу, будучи достаточно молодым мужиком, который проделывает, по факту, любой мужик. Вот Леля переживает, грыня, чтоб не крякнул. А как мужики, которые работают на стройке? А как мужики, которые, да, разнорабочие, грузчики? Вот они как-то не крякают. Но только у Лели это такой вот цветочек, понимаете, мамына, я не знаю, бусинка, которая может в любой момент гыгнуть. Поэтому нужно грыню поберечь. Мало ли, когда следующий на горизонте замаячит. Срочно дайте деньгу. Дальше вот этот момент с примирением с Наташей. Вы знаете, это тоже для меня нонсенс. Вначале я залила говнищем эту самую Наташу, причем так конкретно. Кто помнит, тот помнит и знает эти видосы, которые были. А теперь, как ни в чем не бывало, подружки, подружки. Приехала она к этой Наташе. И, кстати, по Наташе видно, что она чувствовала себя достаточно неловко и некомфортно в Лёлином обществе. И если Лёля кинулась играть, знаете, в подружку и в дружескую любовь, вот эти обнимашки, целовашки, то как-то видно было в эти моменты у Наташи было какое-то внутреннее отторжение и неприятие этой ситуации. Ну и, конечно, реклама Наташиного хозяйства. И началась там масштабная распродажа. Ребята, это выбор, личное дело каждого, да, заниматься, не заниматься. Но меня это не касается, даже неинтересно. Но самое главное, как после этого видоса Лёля на трансухе сказала, Грыни, ребята, понравились у неё коровки. И он бы некоторых прикупил. Да и у Лёли там тоже слюни потекли. И она для себя несколько штук тоже подобрала. Лёля, почему же у тебя не потекли слюни на ту корову, Соню, которую в своё время ты втулила вот этой самой Наташи? После того, как варварски, рекламируя родовспомогатель, не умея им правильно и профессионально пользоваться, ты просто без потух коровы, без ничего, без родовой деятельности активной, выдрала у неё этого телёнка с того самого интимного места коровы, который ещё параллельно у тебя просто шмякнулся полошмя об бетонный пол. И вот здесь у меня возникает вопрос. После этого у коровы не отделялся опять-таки послед. Я не помню, ребята, было там выпадение матки, не было, но я помню, что точно очень долго не выделялся послед. Её очень долго лечили. Была большая вероятность, что она вообще не сможет после этого беременеть. Её нереально будут оплодотворить после вот таких Лёлиных экспериментов. И вот тут Лёля благополучно эту самую Соню под белые, так сказать, рученьки любимой подружки-то и втулила. Кстати, та самая Соня, которую Лёля продала, на которую в своё время опять-таки хомячё ей собрало денег. Но это вот у Лёли классика жанра. Когда-то была тоже ситуация, когда Лёля свою корову два раза выкупала у других людей за счёт тех же самых хомяков. И те два раза, когда ещё первый раз изначально хомяки на эту корову-то и дали. Представляете, какие она им качели, карусели устраивает? Точно так же, как Лёля продала кос, которые к ней приехали на шару и на халяву в нагрузку к её первым двум джерси, которых опять-таки доставку оплатили зрители и покупку тоже. Так вот, там было у женщины обязательно условие, она их ей подарила в тот момент, когда англонубийцы стоили реально больших денег, да, они и сейчас далеко не дешёвые, если это хорошее поголовье. А тогда в самом начале это вообще было мега дорого. Так вот, ей человек подарил, наблюдая её канал, единственное условие было не продавать их, чтобы женщина могла их видеть, да, и понимать, что с ними всё хорошо. Ну, где теперь Лёляны козы? Правильно, там же самое, где и Соня коровушка. И вот именно удивил меня тот момент, что Лёля рассказывала, как она любит Соню, какое у Сони замечательное молоко, но даже не задумалась в этой ситуации выкупить свою любимую коровку обратно. А это, ребята, по факту, к ним всё равно привязываешься и говорит о том, что у Лёльки нет абсолютно никакой привязанности и какой-то, знаете, я не говорю любви, но даже просто хорошего отношения за своей коровой, потому что в любом случае за них болит душа, ты переживаешь и так далее. И тут, когда у тебя есть возможность выкупить, тем более Соня была одна из первых твоих, и ты вот, повторюсь, её очень-очень любила, и зрители тебе на неё дали, и здесь вот такой, ребята, по факту, помороз, она о ней даже не вспомнила, но больше вот всё переживала за тех, кого она хочет забрать, и за тех, самое главное, кого хочет забрать грыня, но при этом денег на этих коров нет, но грыня хочет. Лёля, у меня есть предложение, если грыня хочет, у него есть вариант подорвать булки и поехать заработать на то, что он хочет, и, конечно, всех их выкупить. А то, знаете, мне очень нравятся грынины хотелки в тот момент, когда этот балласт не зарабатывает ни копейки, то есть он денег в семью не приносит, но при этом бесконечно занимается этими стройками. Я так думаю, даст Бог, к Новому году они это закончат. И вот, ребята, но самое главное, он с умным видом ездит, вместо того, чтобы заниматься той же самой стройкой, снимает, фотографирует чужое хозяйство и кидает глаз, кого бы он оттуда забрал. Точно так же, как по факту и Лёля. Но, знаете, это такая была смысловая нагрузка для хомячья, что вот, типа, призадумайтесь, и у вас есть вариант воплотить наши хотелки и мечталки. Мы бы с удовольствием взяли, возможно, даже кредитнулись, возможно, договорились с Наташей на отсрочку какую-то по платежам, но сейчас не выходит, все упирается в хоздвор, поэтому, хомяки, у вас два варианта. Либо закончить хоздвор, либо еще до оканчивания стройки хоздвора уже Лёле выкупить поголовье. Ну и дальше, опять-таки, Лёлька начала оправдывать своего грыню и рассказывать, что, может быть, он и смог вовремя закончить хоздвор, но он вначале болел, потом он полетел спасать свою тамбовскую семью, вот такой вот, понимаете, супермен. Лёля, в каком месте ты вообще своего грыню к супермену причислила? Ну да ладно. И поэтому, опять-таки, вот вышла накладка. Лёля, болел твой грыня две недели, три, максимум потолок. Поехал тамбовскую семью свою спасать, он же не провел там все лето в попытках их спасти. Он провел там неделю, ну максимум две. Как-то вот очень не вяжутся у тебя сроки. Так и скажи, что по факту вы ни хрена не делали, и грыня очень медлительный и нерасторопный. Поэтому это все так и растянулось. Потому что, реально, ребята, если бы даже на этот объем наняли двух мужиков, то они бы это закончили максимум за месяц. Ну полтора, это так, знаете, с колоссальным захватом. Потому что им бы нужно было заработать и принести эти деньги в семью. А у грыни, понимаете, никакого напряга нет. Его никто не подгоняет. Ему дают возможность, вот знаете, он такой мечтатель, поэт. Ему дают вот походить, возможность подумать, пофилософствовать, порассуждать, вот этой тягомотиной заняться. Ну а потом уже, конечно, ближе к вечеру можно и работой начинать заниматься. Поэтому и такие сроки. Ну и дальше Леля еще вспомнила, что у них был огород. Ребята, вот тут я очень и очень смеялась. Леля, какой у вас там нафиг был огород? Люди, когда занимаются профессионально огородами, это, я не знаю, какие-то сумасшедшие плантации, у вас был такой исключительно огородик, огородик для себя. Не надо масштабировать и рассказывать, как там Грыня, бедный, впахивался на этом огородике. И самое главное, когда у тебя расставлены приоритеты, да, животные, мясо, которое стоит реальных денег, да, молочная продукция, переработка и какой-то огородик, ты всю жизнь покупала эти там кабачки, огурцы и помидоры и не хрен было начинать. И Грыне нужно было объяснить, что Грыня, как ты любишь говорить, нужно уметь делегировать и расставлять приоритеты. Что для нас важнее? Огородик, который все равно нас не накормит, либо все-таки хоздвор. И то, что ты сама, да, возилась с этим огородиком и ему дала возможность, это опять-таки исключительно твой бок и твоя головная боль. А расплачиваться теперь за этот огородик и эко-продукты с него должны хомяки. Ну и дальше, ребята, Лелька рассказала, оказывается, были даже предложения ей пойти на работу на ферму и ей предлагали 100 тысяч рублей зарплаты. Но Леля предпочитает не работать на дядю. Это уже пройденный этап, а исключительно все на себя. Вот такая вот независимая, самостоятельная женщина. Леля, а я бы на твоем месте Грыню за 100к запросто отправила на работу. Вот там можно было бы стройку заканчивать и поголовье новое приобретать. Ну а почему нет? Тем более тогда, когда Грыня по факту коров все равно не доит и вы для этого нанимаете человека. Кстати, в чем проблема была Грыне давным-давно это освоить и этому научиться, ну чтобы не иметь лишних расходов, тоже для меня непонятно. Ну хотя бы таким моментом компенсировать и оставлять эти деньги внутри семьи. Тем более еще тогда, когда тебе нужно платить алименты. И вот, Леля, был бы вариант либо Грыню трудоустроить за 100к, либо как минимум не иметь дойера. Но при этом Лелька поняла, что очень хапанула лишка по поводу того, что я не хочу работать на кого-то. В тот момент, когда ее-то хамячу, явно, ребята, не все бизнесмены, понимаете, или там частные предприниматели, когда они все опять-таки на кого-то и работают. Леля просто объяснила, что это все хорошо и так должно быть, но не на данный момент и, конечно же, не в ее жизни. Вот вы идите, батрачите на кого-то, а Лелька просто с удовольствием примет ваше бабло. Ну что ж, ребята, вот такой обзор получился. Продолжение следует, как всегда. Ну а я пока со всеми прощаюсь. До новых встреч!